Когда мы знакомимся с национальной культурой любого народа, мы начинаем обращаться к литературе, различным духовным скрепам и, конечно, традициям, которые на самом деле наиболее полно показывают ценности того или иного общества. Так вот, показать душу русского народа стараются организаторы ежегодного фестиваля национальных видов спорта «Русский мир». Об истории этого проекта сегодня расскажет наш гость, секретарь Попечительского совета общественного движения «Русский мир» Дмитрий Сагал. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Полина. У вас очень много регалий, кандидат педагогических наук, эксперт народной дипломатии, но я хочу сейчас делать акцент на теме спорта. Вы руководите довольно большим количеством проектов, которые направлены на популяризацию физической культуры, туризма в России. Как вообще возник такой союз? Да, вот хотелось бы, конечно, тогда начать наш разговор с «Альмаматор» — это Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Я проработал там 15 лет, я приехал в аспирантуру, и как раз сфера моей научной деятельности оказалась спорт и отечественные виды спорта, вот что очень важно, потому что такой термин сегодня пока не существует. У нас есть национальные виды спорта в России, их всего 8 официально признанных, но есть виды спорта, которые созданы в России, но статусом таким национальным не обладают. Озадачившись тем, чтобы развивать их, это огромное количество видов спорта. Вот как раз на фестивале «Русский мир» мы более 50 таких видов спорта представляем, которые уже аккредитованы федерацией, значит, они признаны, и те, которые стараются таковыми стать. Они в основном все как раз из народных традиций, о которых вы говорили, выходят. То есть существует, например, игра городки, она стала городочным спортом. Существуют упражнения с гирями, а потом появился гиревой спорт. Вот так вот рождаются виды спорта. И во всем мире спорт является как раз тем, можно сказать, культурным таким драйвером продвижения страны. Например, Япония продвигает боевые искусства. Дзюдо, сумо, то есть кэндо, карате и так далее по всему миру. Это лицо Японии. Визитная карточка. Америка. Американский футбол, бейсбол. И мы озадачились в Российском государственном университете, что Россия и русский мир, значит, русская культура, как она представлена в самой России и за ее пределами. Оказалось, что, в общем, это поле непаханное. Этим надо серьезно заниматься. И, в общем-то, последние 20 лет я посвятил этой деятельности. Тем не менее, фестиваль «Русский мир» — это больше все-таки про историю народа. И даже говоря о спорте, это такие спортивные соревнования, как притягивание каната, стилизованные рукопашные бои. То есть, если так можно сказать, это те виды спорта, которые уже канули в лету. Вот здесь я как раз очень бы не согласился. Потому что виды спорта, которые, ну, например, единоборство. Вот сегодня существует широко распространенная в мире борьба самбо и боевое самбо. То есть, боевое самбо вообще такой, так сказать, бренд последних десятилетий, который уже зародился в самой Российской Федерации, а не в Советском Союзе. Потому что самбо — продукт ученых и специалистов именно Советского Союза. Но эта борьба, это единоборство было создано на основе национальных видов единоборства у всех народов Советского Союза и даже Японии и других европейских стран. То есть, все лучшее, что можно было, наши специалисты собрали и создали этот прекрасный вид спорта самбо. И, конечно же, это гордость нашей страны. Также можно по другим видам спорта. Например, лапта. Да. Понимаете, лапта, конечно же, древнее, чем бейсбол. И я, конечно, не упрекаю американцев в том, что они у нас это, так сказать, взяли и по-своему переделали. Но, по сути, это так. Значит, к сожалению, сегодня лапта не так хорошо развита, как 50 лет назад в Советском Союзе или там 100 лет назад в Российской империи, когда играли, ну не 100, там 100, больше получается уже, вот, 120 лет. То есть, играли в любой деревне, играли, значит, в городе во дворе. Но сегодня у нас в городах застройка совсем другая, детям играть негде во дворе. Ну и транспортное движение. То есть, совсем другая среда в городе, и нужно создавать специальные условия в парковых зонах. Вот, кстати, в Москве есть хорошие в Колымнском парке, например, городошные площадки. Но для такой огромной, значит, столицы, конечно, одного такого места мало. И вот сейчас мы работаем над этим. Также вот в Санкт-Петербурге, например, кстати, там ситуация интереснее, сохранились традиции. И даже я вот всем рекомендую, зрителям телеканала «Русский мир» побывать в Санкт-Петербурге. И, значит, у Петропавловской крепости есть древнейшая, вот с советского периода, еще площадка городошного спорта. То есть, это уникально. Любая страна в мире, взять Китай, как они относятся трепетно к своему ушу. Или вэйчи. Вэйчи – это игра, ну, у нас ее больше знают в японском формате, го. Это национальная традиция, которую они культивируют внутри, просто как это культ. Это я вам даже передать такое не могу. То есть, у нас такого отношения в России трепетного к своей культуре просто нет. На сегодняшний день в нашей стране, слава богу, значит, все разворачивается в правильное русло. Мы становимся на свои традиции, на свои корни, на свои рельсы. И это, конечно же, усиливает, как всегда это было, вот благодаря, значит, фестивалю, который начался у нас в 2017 году. Сначала он был в Истри, значит, около Нового Русалимского монастыря, что очень символично. Потом нас по благословению Святейшего Патриарха и владыки Феогноста, наместника Святой Троицы Сергея Лавры, переместили в Сергиев Посад, который признан столицей православия. И вот уже годы, значит, три года мы в Сергиевом Посаде, в этом году будет пятый фестиваль. Все годы фестиваль был посвящен святому благоверному великому князю Александру Невскому и проводился 12 июня, в День России. Это дни, как раз, День Александра Невского. А в 2014 году Владимир Владимирович Путин, будучи президентом, подписал указ о праздновании 800-летия Александра Невского. И как раз вот в рамках этой большой общенародной программы празднования мы фестиваль этот и ведем. Собрали практически все виды спорта и этнической физической культуры народов России. Но с самого же первого года к нам обратились представители стран СНГ сначала. Значит, это были представители Киргизстана, Таджикистана, что мы тоже хотим принять участие в фестивале «Русский мир». И вот так вот потихонечку мы доросли до фестиваля, теперь называется, физической культуры народов России и стран Евразии «Русский мир». Для нас было интересно, вот, начиная в Сергиевом Посаде, когда площадка уже позволяла конные проводить состязания, это Джигитовка, это Кокбуру. Вот я сам для себя сделал такое открытие, съездив на игры кочевников, которые проходятся в Кыргызстане. Кокбуру. В России этот вид спорта известен как козлодрание. Такое название не очень красивое, но все кочевые народы, и казаки в том числе, те, кто с конями, а играли в эти игры для того, чтобы, в общем-то, военно-прикладную подготовку свою совершенствовать. И сегодня, после отсоединения этих стран наших, среднеазиатских, они сконцентрировались очень сильно на своих традиционных корнях, подняли все это. И я вам скажу, что игры кочевников – это не меньшее событие культурное, а может быть и большее, чем Олимпийские игры, потому что там представлена реально культура народов. На Олимпийских играх представлены международные виды спорта, которые, в общем-то, потеряли свою корневую систему. А на играх кочевников как раз вот соль этих дисциплин, то, что это традиция тысячелетняя, это не только что недавно созданные виды спорта, это тысячелетние традиции. Я добавлю тоже, что спорт – это вообще такая очень удобная точка для соприкосновения, объединения совершенно разных культур, национальностей. Но фестиваль «Русский мир» – это все-таки не только про спорт. Совершенно верно, да. Из того, что мне запомнилось, вы каждый год проводите большие исторические реконструкции, ключевые сражения, показываете вообще быт древнерусского общества. Что еще у вас можно увидеть на фестивале? Спорт стал драйвером и таким магнитом притяжения всех народных традиций и все, что отражает нашу историю. В частности, военно-историческая реконструкция и просто реконструкция быта различных эпох. Историческая реконструкция, конечно, привязана к определенным датам. В 2019 году мы проводили как раз реконструкцию осады, снятие осады Свято-Тродицы Сергиевой Лавры. То есть это было конкретно привязано к месту и были представлены именно воины того периода. Значит, Великая Отечественная война. Да, конечно, 75 лет победы в прошлом году мы уже сделали тематическую программу военно-исторической реконструкции с целью патриотического воспитания молодежи. В этом году, отмечая 800-летие Александра Невского, мы планируем посвятить эпохе Александра Невского и его путешествию в Орду, и его сражениям на Ледовое побоище, и другие эпизоды его жизни представить на площадке фестиваля «Русский мир». Что важно, что мы не только про прошлое, мы и про будущее. Потому что «Русский мир» в нашем понимании – это русская цивилизация, которая охватывает без, в общем-то, четкой такой привязки к географии всех людей, которые говорят и думают по-русски. И поэтому мы приглашаем всех. В этом году у нас планируется участие делегации из Китая, которые, я вам скажу, что я был очень удивлен, насколько китайцы любят русские песни. Они поют «Катюшу», поют «Подмосковные вечера» не только на русском языке, но поют их на китайском языке. Также у нас очень хорошие отношения с первого года сложились с киргизским народом, с киргизскими общественными организациями, которые находятся в России, и непосредственно с посольством Киргизской республики. Тогда все-таки какие символы и ценности вы стараетесь транслировать вот посредством спорта, такого необычного, я бы сказала, способа? Вы прямо попали в точку. Значит, дело в чем, что когда мы взяли название «Русский мир», понимая, что это как раз то, что нас всех объединяет, мы начали собирать различные виды спорта. И тут у многих начали возникать вопросы. А почему «Русский мир»? А что такое русская культура? А что такое, значит, национальные виды спорта? А давайте мы по этому поподробнее поговорим. И у нас появилась такая целая программа дискуссионных клубов «Русского мира» для объяснения участникам и, так сказать, нашим партнерам, организациям, которых у нас уже очень-очень много. У нас 46 региональных представительств в России. И, значит, даже 5 представительств у нас за рубежом возникло. Федерации, которые входят, и общественные организации, у нас их 52. Они сами по себе, международные, межрегиональные и общероссийские, они сами по себе охватывают огромное количество, значит, и стран, и регионов. То есть это большая, огромная команда, огромная семья «Русского мира». И, кстати, я тут хочу отметить и сказать слова благодарности фонду «Русский мир», потому что, начиная с первого года, значит, когда мы еще в 2017 году проводили фестиваль, информационную поддержку фонд нам оказывал. фонд «Русский мир» и общественное движение «Русский мир», мы идем рука в руку, значит, вместе вот эти все годы. Люди, когда идет глобализация, цифровизация, то есть начинают понимать, насколько важно соприкосновение человека, и особенно маленького человека, который растет с животными, с природой. И как раз конные виды спорта, они позволяют это сделать, человек растет нормально, сохраняя, так сказать, свое человеческое, не становясь роботом. Вы же тоже, как я понимаю, посещаете мероприятия, фестивали. Что вам больше всего нравится из этих спортивных мероприятий? Что нравится? Нравится то, что существует духовная преемственность поколений. Я был в Таджикистане, например, вот я объехал весь постсоветское наше пространство, исследуя, изучая национальные виды спорта, и вот какое отношение, вот есть праздник «Наврус», который был совсем недавно, это «Новый свет», «Новый рус», «Новый год», «Праздник весны». Так вот, по традиции, конные состязания и борьба обязательны. В каждом кишлаке это проводится. Я себе сегодня представить русскую деревню, значит, сам я корнями с Воронежа, значит, не могу. Все церковные праздники были взаимосвязаны вот как раз с народными состязаниями. Не все, некоторые традиционно. Значит, например, «Красная горка», когда вот свадьба, когда состязания, там та же самая «Масленичная неделя», то есть на Троицу, значит, и другие, значит, праздники были состязания, кулачные бои, вот эти все там лазанные на столбы, хороводы, все это было, но это все испарилось. Но не совсем. И я хочу подчеркнуть еще одну очень такую вот важную вещь, что народные игры – это не форма просто физического воспитания, это форма воспитания личности, личности в коллективе, это воспитание совести, потому что в этих играх нету судьи, судья там совести. Во дворе дети сами организовывались, это система самоорганизации. Сегодня соберите детей, и они не знают, что делать, кроме как сидеть вот в гаджет и там, значит, тыкать пальцем. А раньше нельзя было со двора затянуть домой, потому что дети знали, была вот эта культура, ее нужно вернуть. Наших обездольных детей надо, так сказать, вернуть им русскую народную культуру. Вот игр народных, подвижных и интеллектуальных игр. Вот одна тоже из наших задач, нашего фестиваля. Как вы уже сказали, с 2017 года проходит фестиваль, каждый год. И удивительно, даже в 2020 году, в период пандемии, всеобщих ограничений, вам все равно удалось провести мероприятие. Как вообще сложно ли это было? Может быть, пришлось отказаться от чего-либо? Мы не делали рекламу централизованную такую, значит, потому что опасались, что будет большое количество людей. Мы соблюдали все необходимые предписанные нормы. И, в общем, конечно, все, кто участники... Ну, участников всем было много. Значит, порядка пяти тысяч человек у нас участвовало в мероприятии. И все были очень вдохновлены, потому что здесь как раз вот пандемия, она же наложила такой отпечаток, что подавленность духа, что когда же мы из этого выйдем? И вот фестиваль стал такой отдушенный, таким вот примером, значит, жизнеспособности, значит, русского народа и народов России. И вообще как раз приезжал к нам представитель, вице-премьер правительства Чеченской республики Умаров Джамбулат Вахидович, он постоянный участник у нас, почетный гость. Приезжали представители посольства Кыргызстана, которые как раз и отмечали, что какими методами можно сегодня поднять дух народа, который вот находится в таком, ну, в тяжелых, стесненных обстоятельствах, как раз вот такими формами. В этом году у нас фестиваль будет проходить 12-13 июня. Естественно, значит, мы надеемся, что ситуация с пандемией станет еще более, так сказать, управляемой, понятной и регулируемой, значит, и планируем провести уже на широкую ногу. Для тех, кто не сможет приехать, будет трансляция фестиваля, вы сможете все это на портале русский.сайт увидеть. Что ж, приглашаем всех на будущий фестиваль «Русский мир», который пройдет с 12 по 13 июня. Я напоминаю, что сегодня в гостях в программу движения был Дмитрий Сагал, секретарь попечительского совета общественного движения «Русский мир». Дмитрий Сагал, секретарь попечительского совета